коллеги я вас приветствую сегодня у нас серия вопросов и ответов номер уже 19 давайте я покажу какие вопросы я сегодня буду оговаривать на какие дам ответы во всяком случае очень сильно постараюсь дать ну и давайте наверно начнем вам всего лишь хочу напомнить что если вы подпишитесь на канал поставите колокольчик то тогда не пропустите новые видео в общем поехали итак первый на сегодня вопрос под номером 85 как пройти собеседование на должность разработчика ну надо сказать что я много раз принимал собеседование и очень плохо выглядит со стороны когда вы начинаете врать врать или недопонимание чего-то начинаете говорить какие-то непонятные вещи которые не относятся какой-то теме рассказать что я недавно проходил сам собеседование и ответил на вопрос которого не расслышал в общем то это говорит о том что вы не внимательны или не умеете добиваться постановки задачи в общем ну я вам просто рекомендую если вы что-то недопоняли не дослышали задайте вопрос еще раз уточните не пытайтесь с места в карьер потому что если вы будете отвечать на тот на вопрос который вы не услышали но очень хорошо это говорит о вашей невнимательности другими словами если у вас есть какие-то знания то вам нечего бояться это во первых во вторых я опять повторюсь что я недавно проходил собеседование и я себя поставил на другое место я говорил сразу собеседующим с точки зрения того что я рассматриваю эту компанию в которую я буду устраиваться ну в общем то на долгие годы да то есть не просто они меня смотрят но и я их смотрю если вы поставить разговор с этой точки зрения я думаю что у вас будет некоторая я надеюсь что вас появится некоторая уверенность себе помните что именно вы решаете в последний момент идти или нет уже даже после того как вам компания пришлет кофе так следующий вопрос о чем нужно знать начиная разработку и 5 используем игра в квель но надо сказать честно это интересная технология на самом деле ее придумал фейсбук и состоит она в том что вы получаете через и 5 реквест а именно то что вы запросили то есть вы сами выбираете свойства и поля которые к вам должны при вернуться в джейсоне при этом отправлять джейсон получаете джейсон с наполненными полями я так думаю что график разрабатывался для того чтобы исключить вару возможность версионирования то есть когда у вас есть какой-то определенный в моду и у вас там есть фестный классный версия поменялась вы добавили секонд нейм допустим и уже появляется новая версия запроса и график л решает эту задачу очень четко но я просто знаю варианты когда люди начиная разработку на граф кель целой команды они в какой-то момент времени понимали что-то это версионности как раз и не хватает то есть в конце концов ну некоторым командам до которые я знаю им пришлось вводить эту версионность граф келл а это на самом деле но очень сложный вариант потому что как вы понимаете если вы можете отправить любой запрос с любым набором параметров и наполнив их получить из ипи на свой фронт-энд например то версиона здесь начинает уже что-то какое-то несусветное творится что-то страшное да то есть непонятно где версия начинается где кончается ну вот единственное о чем я бы хотел предупредить вас что с версионностью все-таки так или иначе вам придется столкнуться рано или поздно в зависимости конечно от того какие вы будете задачи решать но тем не менее версионность на графе решается очень сложно просто имейте это ввиду итак вопрос номер 87 как использовать паттерн mvvm при разработке с blazer но надо сказать что blazer прекрасно справляется с тем чтобы на нем можно было использовать этот самый паттерн mvvm есть также в юшке есть такое понятие как байндинг это на самом деле основное что вот можно привязать к паттерну мввм этот байдинг есть например в допе в приложениях или он был в silverlight например также он есть например в нокауте ну и в общем то здесь в blazer это тоже можно использовать хотя есть некоторые нюансы управления ну так называемых каскадных сети этих компонентов когда вы прокидываете state но тем не менее есть возможность подписаться надо сказать что есть некоторое количество библиотек которые достаточно неплохо реализовали этот самый паттерн но и в общем я бы хотел вас просто опять же предостеречь что все библиотеки все сборки которые существуют так или ну ладно хорошо большинство из тех которых я посмотрел они реализуют этот паттерн на начальном уровне это все безусловно работает и попсап и агрегатор вот то есть обмен событий между компонентами но более сложные варианты реализации тут уже нужно будет как бы говорить по-русски костылить вот в общем реализовать можно достаточно простые приложения делать на самом деле можно и достаточно это интересно получается с использованием некоторых сборок ну и кастомная реализация в общем-то не хуже не лучше на просто по-другому я бы рекомендовал использовать этот паттерн для маленьких приложений а для сложных для тех которые собирается развиваться или там использоваться например какой-нибудь дашборд или микро юай так называемый подход ну ну не знаю на свой страх и риск я попробовал у меня определенные затыки стали с управлением статс как-то состояние в соседних компонентах в общем есть некоторые нюансы в общем имейте ввиду ссылки на библиотеке я оставлю в комментариях и так вопрос номер 88 что вы думаете про domain driven design или ddd ну на самом деле я вам скажу честно эту книжку я прочитал недавно и у меня сложилось впечатление что она как таковым разработчикам то есть простым медлам например senior middle она в общем то будет только мешать если говорить про senior или допустим team lead разработчика это наверное книжка для них но в общем то это только нижняя часть айсберга потому что в основном книжка гриб про то что аналитики архитекторы или заказчики вместе с разработчиками должны говорить на одном языке вот если грубо так провести абстракцию то это всего лишь на всего связь вот этого самого архитектора дизайнера или заказчика если хотите с программистом для того чтобы и программист и этот самый архитектор или аналитики если хотите говорили на одном и том же языке то есть подразумевая одну и ту же сущность которую с которой нужно проделать какие-то дополнительные там действия в коде вот этот язык и вводится на мой взгляд эта книга четко описывает принципы построения этих в общем то основ общения потому что если у вас будет четко на первоначальном этапе описана модель то есть модель я меня не имею ввиду то что в базу данных вкладывается а модель построения системы то ее придется поддерживать в актуальном состоянии в противном случае она просто зажрет ваше время или там время заказчика и вы ни к чему не придете потому что она утратит свою актуальность и будет только мешаться поэтому для того чтобы разработчики которые будут реализовывать код и заказчик который будет заказывать этот код говорили на одном языке вот эта книга говорит как построить это общение на каком на каких основах на каких принципах построить вот это взаимодействие как поддерживать эту модель построение вот этой системы на в актуальном состоянии это очень важно в больших при больших проектах это важно настолько что в общем то может повлиять и на судьбу проектов я знал такие проекты которые заканчивались на уровне накидали запустили опубликовали а потом два-три года и в общем то все как бы заканчивалась ну несколько таких проектах на моей памяти в общем думаю длинный дизайн это архитектура высокого уровня причем не просто архитектура а способ договориться с разработчиком ну опять же на мой взгляд на тех правилах и тех основах как чтобы понимали оба уровня и могли вести разработку в правильном направлении ну вот как то так ну и вопрос номер 89 какая разница между clean architecture и думаю древний дизайн в общем то скажу честно этот вопрос я придумал сам ой я придумал сам потому что меня об этом раньше спрашивали и я в общем то как бы не отвечал сейчас отвечу на самом деле разницы никакой нет потому что это ну давайте говорить о терминами книг да это две книжки которые говорят о разном как я сказал в предыдущем вопросе думаем древний дизайн диди она призвана привести к общему знаменателю понятия которых ведется речь вот как раз в разработчики то есть в разработке кода и в разработке модели то есть при создании какого-то большого приложения вот вот этот думаем древний дизайн он как бы стоит наверху да то есть от заказчика идет ниже 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 доходит до тем ли да а вот дальше начинается clean architecture то есть диди диди если говорить про дизайн там есть энтити так называемые есть агрегации есть агрегаты есть энтити и сервисы ну в общем почитайте книгу узнаете и думаем древний дизайн говорит про такой понятий как энтити так вот clean architecture говорит какие зависимости должны быть между вашими энтити и между вашими сервисами то есть как строить архитектуру если думаем древний дизайн говорит как описывать модель то clean architecture говорит о том как писать код как располагать зависимости в коде как реализовывать определенные понятия в каком месте какие классы или какие сущности должны лежать то есть это clean architecture она более низкого уровня на мой взгляд чем ближе к низу тем ближе к разработчикам и вот если вы разработчик то очень настоятельно рекомендую прочитать ее много 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 про нее говорят на разных каналах на разных в общем-то блогах говорят о том что это супер важная книга и в общем я согласен да что она важная но суть сводится к тому что это всего лишь абстракция которая позволяет организовать структуру вашего проекта я не видел скажу честно ни одного проекта в котором было бы идеально реализовано clean architecture ну без фанатизма да где бы ни пришлось делать ну какие-то дополнительные тела движения чтобы какими-то костылями реализовать вот этот вот настрой в этой книге описанной я рекомендую использовать его применять но в общем без фанатизма если у вас уже есть какое-то рабочее приложение натянуть на него clean architecture это один фронт работ если вы начинаете новое приложение делать и используйте при этом clean architecture это другой совершенно подход и в общем-то на мой взгляд он более приветственный ну вот так вот наверное ну и на этом я наверное с вами попрощаюсь в общем то напоминаю что есть канал в том числе телеграм-канал подписывайтесь там есть очень толковые ребята которые могут вам помочь ответить на ваши вопросы собственно говоря поучаствовать разработки а я с вами на этом прощаюсь всего доброго до новых встреч и пишите правильный код вот смотрите то есть вот 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 вот